Год 1918. В день, когда Самару заняли войска Чехословацкого корпуса, убито было только по известным данным больше сотни красноармейцев и рабочих. Проводились белочехами и массовые аресты, и взятие заложников и расстрелы. Именно они помогли создать в Самаре первое в стране антибольшевистское правительство – комитет членов учредительного собрания Комуч. Бытует легенда, что в подвале особняка Курлиных якобы даже расстреливали красноармейцев, но доказательств у этой версии нет. Это очень интенсивный момент в истории Самары. Самара вообще не часто захватывалась с кем бы то ни было. Когда мы говорим об этом периоде, коротковременно, мы не можем, конечно, эту стену как-то обойти. И мы должны как-то так иначе понять, что это тоже некий вещественный документ. Для наступающей Красной Армии Самара была знаковым местом. Ее обязательно нужно было взять. Отсюда потом и начнется гражданская война. Белочехи город не обороняли. Правда, отступая, подорвали железнодорожный мост, чем были возмущены все самарцы. Последняя чехословатская часть, которая уходила из города, она, отступая, пела в Варшавянку. При этом любопытствующим жителям, которые выглядывали из окон, чехословатские солдаты совали штык, после чего жители тут же прятались. Таким же холодным и пасмурным, как сегодня, было 7 октября 2018 года, когда в город вошла Красная Армия. Один из ее командиров после вспоминал, на Волге раздался вой пароходов. Том и реки возвещали Самарскому пролетариату. Город очищен от белых. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События. Валерия Макарова, Григорий Плешаков.